Привет! Как дела? Ровно 20 лет прошло с тех пор, как я впервые попала в Европу. И сегодня я начинаю серию рассказов о том, куда я ездила в 2003 году, какие страны посетила и каковы были мои первые впечатления о Европе. Надо сказать, что в мае 2003 года я окончила свой университет. Точнее, это была Самарская академия культуры и искусств. Если кого интересует, это был режиссерский факультет, организация массовых праздников и досуга. И все лето отдыхала, мы ездили с мамой на машине в Киров. Это тоже было одно из моих дерзких приключений, потому что ровно год назад я получила права и поехала в такой дальний путь, одна, за рулем. Ну, мама была рядом, штурманом, и больше никого. То есть две женщины тысячу километров туда, тысячу километров обратно проехали на машине. Слава богу, ничего не случилось. Помню, только отец сказал, что после того, как мы приехали, я ему отдала машину, и на следующий день у него отвалилось колесо на полном ходу. Ну, он сумел там сманеврировать, а если бы, говорит, ты была за рулем, то не знаю, были ли вы сейчас живы. Вот такая вот история. Ну, про нашу с мамой поездку в Киров, может быть, когда-нибудь я тоже буду рассказывать. То есть достаточно старая уже история, но до сих пор будоражит кровь. Столько у нас было приключений в этой поездке. Ну, да ладно, сегодня про Европу. Итак, в моем рассказе мне, как всегда, будет помогать вот такой журнал, который я тогда вела. По тем временам, помните, я вам рассказывала про свою первую поездку в Лондон. Так вот, тут есть и Киров по дизельному, мы ездили на дизельном автомобиле, и Халява, сэр, это мы ездили в Сочи летом с мамой тоже, и автобусный тур по Европе, где я описывала свои какие-то впечатления о том, куда я попадала, в какие страны, в каких городах гуляли, и что с нами происходило. Я ездила автобусным туром из Москвы, естественно, я там познакомилась с людьми и гуляла уже не одна. Ну, тоже обо всем по порядку. Вот сюда, в эту книжечку, я всегда записывала абсолютно все, что с нами происходило, ну, так, по-быстренькому. А потом уже из этого делала некие такие рассказы о своих воспоминаниях и впечатлениях. Ну, и, естественно, мой рассказ будет сопровождать вот такой вот альбом, который я сделала, Евро 2003. И здесь расположены фотографии в порядке тех стран, в которые мы ездили. Ну, это я буду показывать отдельно. Фото рядом, видео на тот момент я не снимала, и вообще это был фотоаппарат Мылица в 2003 году, так же, как и не было цифровых телефонов. Я брала с собой простой кнопочный телефон, мой первый Samsung, и каждый день отписывалась маме, в каком мы городе, и что со мной все в порядке. Мой маршрут был организован тольяттинской туристической фирмой, которая называлась Пилигрим. Они забрали мой паспорт, отослали в Москву, и там уже сделали визу. И паспорт я уже получила, когда приехала в Москву и заселялась, так скажем, в автобус. Все путешествие было, во-первых, как подарок мне в честь окончания университета, а во-вторых, как обкатка европейской визы, так как на тот момент мой брат уже где-то полтора-два года жил в Лондоне и приглашал к себе, но тогда очень сложно было сделать визу в Великобританию. И поэтому он сказал, съезди-ка пока в Европу, посмотри, что как, и чтобы у тебя была хоть какая-то европейская виза для того, чтобы получить английскую. Ну, свою первую английскую визу я уже рассказывала, получила в 2005 году, спустя два года после европейского турне. Ну и так вот просто 24 августа я прибыла в Москву на поезде и уже нашла фирму, которая организовывала эту поездку. Компания называлась Интерс, нас расположили в автобусе и мы поехали в европейское турне. Сегодня быстренько пробегусь по городам и странам, где мы были, а в следующий раз уже начну рассказывать про каждую страну, где я была в течение 8 дней. Итак, за всю поездку я заплатила 250 евро, плюс 20 евро за визу и поезд до Москвы, насколько я помню. В стоимость тура входила проезд на автобусе, медицинская страховка, обзорные экскурсии, включающие осмотр достопримечательностей городов, размещение в отелях 2 и 3 звезды, питание, завтраки в гостиницах, входные билеты в музеи и галереи, как обычно, в стоимость тура не входят. То есть там уже выбираешь, идти тебе в музей или не идти и сколько за него платить. Обычно предварительно говорят, сколько это будет стоить. Итак, 24 августа был первый день моего европейского турне и мы выехали из Москвы. Пересекли территорию Белоруссии, дальше был ночной переезд на автобусе до Брестской границы. Во второй день мы ехали 700 километров по Польше и ночь переночевали уже в отеле одного из польских городов. На третий день мы прибыли в Дрезден. Знакомство с городом, зампер опера, набережная Брюль, придворная церковь, театральная площадь. И нам было дано некое свободное время для посещения музеев. А вечером мы уже отправились в Париж и должны были проехать 1100 километров. Поэтому опять у нас был ночной переезд на автобусе. Вообще ночные переезды очень тяжело переносить, но в принципе для меня, для одной, для молодой было нормально. А вот когда мы ездили в другие разы, в 2007 году я ездила со своей подругой Женей в автобусный тур по Италии. И уже конкретную страну выбрали. Ну и естественно там некие другие страны проезжали, тоже гуляли по различным городам. Там у нас был один ночной переезд. А в 2009 году мы с мамой ездили аж в 19-дневный тур в Испанию. То есть очень много испанских городов мы с ней проехали. И там я выбирала тоже такой автобусный тур. Можно было выбрать с отдыхом на море 5 дней, пока другие путешествуют по испанским городам. Но мы решили все-таки проехаться по испанским городам. И у нас там тоже была одна ночь в пути. Очень тяжело мама переносила ее, но в принципе мы справились. Ну, об этих двух турах я буду позже рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. На четвертый день у нас был запланирован заезд в Реймс. Но так как мы запаздывали, мы решили не заезжать в этот город и сразу поехали в Париж. Во второй половине дня мы посетили Лувр. Дошли до Эфелевой башни. Полюбовались Триумфальной аркой, Елисейскими полями, собором Парижской Богоматери. Также мы посетили музей парфюмерии, где я прикупила себе их фирменные духи. Площадь Согласия и Шарля де Голля. А второй день нам был дан либо в свободное пользование, кто куда хотел по Парижу покататься, поездить, посмотреть, либо на Диснейленд. Я отправилась в Диснейленд. Так как у меня была уже своя компания, меня в автобусе расположили рядом с 16-летней девушкой из Волгограда, которая ехала в путешествие со своей бабушкой и младшим братом. Ему, по-моему, 11 лет было. И я вот к ним прикрепилась и в основном с ними гуляла. Поэтому они решили поехать в Диснейленд. Мне было достаточно дорого. По-моему, 45 евро это стоило. Там трансфер 10 и 35 евро вход. Но я решила поехать и нисколечко не пожалела об этом. Диснейленд это была просто какая-то сказка. Несмотря на то, что мне был уже 21 год, я полностью осталась довольной. Дальше мы поехали вечером в Амстердам. И прибыли туда очень-очень ранним утром. То ли 4, то ли 6 утра это было. А на Амстердам у нас была запланирована буквально 4-часовая прогулка. То есть нас провели по городу, показали некие достопримечательности. Посетили алмазную фабрику. Там нам показали, как специалисты ограняют алмазы. И успели прокатиться на кораблике. Там же я еще и заблудиться успела. И еле-еле прибежала обратно ко времени на автобус. Ну, об этом я расскажу позже, когда буду рассказывать про Амстердам. И затем мы сразу же отправились в Гамбург. Из Амстердама до него надо было проехать 464 километра. Поэтому ночь мы переночевали в отеле. А утром мы уже пошли гулять по Гамбургу. В нашем маршруте были такие достопримечательности, как Ратушная площадь, озеро Альстер. И просто центр города, где мы немножечко погуляли сами. Дальше было запланировано отправление в Берлин. Это 290 километров от Гамбурга. И там была буквально автобусная экскурсия по городу. Так как, видимо, мы постоянно где-то стояли в пробках и не успевали пройти некие города пешком. Поэтому вот прямо из автобуса нам рассказывали и показывали. Александра Плац, Унтерден Линден, Берлинский кафедральный собор, Бранденбургские ворота, Рейхстаг, Тиргартен, музейный остров. По-моему, мы туда даже не доехали. Ну и кое-где нас в Берлине только высаживали. Буквально на 10-20 минут на каких-то островках с достопримечательностями, чтобы мы успели послушать информацию об этих достопримечательностях. Ну и сделать несколько фотографий. После Берлина мы сразу же поехали на Москву. Это 2500 километров. Опять же-таки, был ночной проезд по Польше. Стояли на таможне. И целый день еще на обратном пути мы ехали по Польше и Белоруссии. И, наконец-то, добрались до Москвы. То есть, буквально из 8 дней тура, около 5 дней полных мы погуляли по различным городам. Вот такой вот был мой первый маршрут в Европу в 2003 году. Тогда мне был 21 год. И это было мое первое самостоятельное путешествие. Не просто по России, а аж за границу. Ну, о каждой стране по отдельности я буду рассказывать в следующих роликах. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok